Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы ведем передачу, как всегда, по средам из студии центра «Сангейтс». Сегодня у нас на связи Сергей Завченко, руководитель школы Таро. Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! У вас вечер, у нас полдень. У нас ночь уже вообще. Да, ну вот. В общем, доброго времени суток всем, кто нас слушает. И сегодня мы поговорим опять же о Таро. О чем же мы еще можем поговорить с Сергеем? О кулинарных рецептах. Да, все вообще на самом деле возможно. Главное бросить карты, правда, посмотреть, что там происходит. Это даже не главное. Это даже не главное вообще. Угу. Вот у меня такой вопрос возник по ходу дела. Когда к вам обращаются мужчины, ну, обращаются ясные мужчины, женщины, вы заметили какую-то тенденцию? Вопросы у них разные? В смысле у мужчины и женщины? Да. Нет. Абсолютно все одинаковые вопросы. Здоровье, работа, отношения. Все. Ну, есть экзотика. Бывают какие-то странные вопросы. Победю ли я на выборах, например. Или как мне сделать порчу соседу. Ну, это исключительная ситуация. Три темы гаданий. Три главные темы гаданий. Это отношения между людьми, финансовое или материальное положение и здоровье. Замечательно. То есть, к вам победю ли я на выборах, значит, к вам обращаются люди, которые участвуют в каких-то депутатах. Я как суворовский ветеран прошел 13 избирательных кампаний. Ух ты. То есть, второго года. И сказал себе, что я больше не буду участвовать ни в единое вообще. И не участвую уже много лет. И счастлив. То есть, если тут, как бы скажешь, не так. Нет, сейчас не в этом дело. Ну, это просто очень грязное дело. Очень неприятное. И потом душ. Когда я поймался на том, что я пятый раз в день иду в душ, я понял, что нет, так нельзя работать. Ясно. Ну, хорошо. Тогда мы даже эту тему и трогать не будем. Хотя в душ можно ходить часто. Но, да. Ясно. Мы говорили в прошлый раз о том, что вы создали свое руководство. Да. По гаданию. Да. Я уже стал. Я вот некоторым товарищам рассказал. Они упробуют, присылают отчеты. Отчеты все позитивные, положительные. То есть, все работает. Все прекрасно. То есть, реально мы сделали революцию второго. Уже так можно сказать. А что будет дальше? Ею могут воспользоваться люди, которые, допустим, никакого отношения к вашей школе не имеют. Это будет онлайн. Как вообще дальше будет происходить? Вы будете его продавать, предлагать? Что будет? Дальше будет курс. Дальше будет курс просто. Сперва он пройдет еще в дополнительную обхватку. Посмотрим, как все работает. Ну, то есть, чтобы быть уверенным, что это все так хорошо, как нам кажется это сегодня. И когда это все получится, то да, это просто будет курс. И курсанты нашей школы, конечно, будут его изучать. То есть, это будет отдельный курс по изучению руководства к действию? Да. Внутри нашего большого, огромного курса, который мы сейчас готовим, ну, на две тысячи часов, чтобы можно было представить, двухгодичный курс по ТРО. Ух ты. Да. Вот, и он органично туда впишется, конечно. То есть, мы предлагаем вообще несколько типов курсов. Первый, вот вы новичок, вообще ничего не знаете, ничего не понимаете. Ничего не это самое. И вот я вам предлагаю курс. Есть вообще очень простой курс, экспресс-метод. Там, где каждая карта рассматривается просто как маркер. Плюс, ноль или минус. Вы задаете вопрос в определенной форме, смотрите, сколько у вас выпало плюсов, сколько минусов. Три плюса, два минуса. Ну, наверное, получится. Четыре минуса, один ноль. Нет, ничего не получится. Можно даже не браться. Это очень примитивный вариант гадания. Это очень простой вариант гадания. Я его сделал для своей мамы, когда она мне попросила. Я стала рассказывать значение карты. Она посмотрела, она говорит, что ты мне рассказываешь? Какую ерунду я, что это все должна запоминать? Сделай мне проще. Ладно, я сделал. Оказалось, что это хорошо работает. Но для человека, который только-только начал с этим всем знакомиться и даже еще не знает до конца, будет ему это интересно, не будет, вполне такой хороший метод. Второй уровень, ну, точнее, первый уровень. Это нулевой был уровень, вообще, а второй экспресс-метод. Второй уровень – это Таро Старт. Таро Старт, ну, его можно сравнить с такой курс молодого бойца. Если на армейские мерки переводить, курс молодого бойца. То есть, Годин обучен, но еще не стал специалистом. То есть, ты получил базовое знание, ты получил базовое значение, несколько раскладов. Курс длится полтора месяца. Вот Михаил как раз его проходил. Да, ты можешь гадать. Но я не могу сказать, что ты не можешь открыть свой салон. Ты можешь открыть свой салон, даже если ты вообще ни одного курса не проходил и ни одной книжки не прочитал. Тебе ни капельки не помешает открыть салон и сказать, что я самый крутой Таро на этой улице вообще. Да, да. Это как бы без проблем. Но реально ты получаешь хорошую базу. Я в свое время был тренером по рукопашке. И вот поставил человеку удар, поставил базу, поставил ему движение, поставил ему дыхание. Все. Он дальше потом может совершенствоваться, совершенствоваться, расти, идти к другому тренеру, выше, выше, выше и так далее. Ну, если есть основа. Если основы нет, если ты ему руки вот так вот испортил, все, он уже дальше никуда не пойдет. Все это самое. И вот это хорошая база для старта, для начала. Ну, то, что вот домашнее использование. Для домашнего использования. Для домашних хозяек, как мы говорим, да? Да, для домохозяек. Но это не совсем для домохозяек. Ну, то есть, это хорошая база. То есть, вот базовая версия, вот как машину покупаешь, базовая версия. Колеса и движок, все. Без наворотов. Без наворотов. Доехать, приехать куда-то, все, ты это все можешь. Следующий этап, это уже, это вот называется Торо Старт. Следующий уровень, это Торо Профи. Торо Профи, это большой курс, огромный. Там 60 часов теории по картам. Видео, 60 часов видео. Ну, да, 60. Плюс еще 20 дополнительных занятий, где мы к этой карте прорабатываем. То есть, вы смотрите видео, вы изучаете карты, и тут же вам предлагаются практические всякие упражнения. И чтение раскладов, и вопросы на знание карт, и вопросы на комбинацию карты. Ну, то есть, всякие разные упражнения, чтобы вы с этими картами... Вот есть один из способов, опять-таки, обучения солдат. То есть, вам дают автомат, и вы ходите с этим автоматом. Вы не выпускаете его из рук. Вы с ним спите, едите, умываетесь, бегаете, прыгаете, и все. И в какой-то момент он перестает вам мешать. То есть, до этого он вам мешал, теперь он вам перестал мешать. Все, вы почувствовали частью своей руки. Он стал частью вас. Но здесь то же самое. То есть, если ты, грубо говоря, 80-90 часов на карты потратишь, конечно, ты будешь их знать. То есть, это бесспорно. Но если ты будешь делать упражнения. Но это же только видео. Это ты его должен посмотреть. Вот двухчасовую лекцию. Девушки на форуме пишут, что двухчасовая лекция, она требует 5-6 часов, потому что человек ее конспектирует, осмысливает, обдумывает, да, все там делать. Ну, а потом упражнения, а потом расклады. А когда, я помню себя, когда я только начинал расклады читать. Это сейчас вот я карты разложил, глянул, собираю. Ничего не говорит. Ты даже не успел их рассмотреть. Я могу тебе их все назвать. Я могу тебе их все назвать, что там выпало. А сколько лет вы занимаетесь? Я начал в 93-м году. Ой, ну да, да, в 93-м году. В 93-м году. Это ужас. 23 года еще получается. Вот. Это вот уровень Таро-профи. И сейчас мы начали делать вот уровень Таро-мастер. Вот этот огромный, двухгодичный курс. Куда вошло, конечно, все. Все, что я хотел сказать, все, что я должен сказать, все, что я могу сказать. Ну, естественно, что когда ты 500 часов, там только видео будет 500 часов. То, конечно, ты будешь карты знать. Ну, это академическая программа, университетская, хорошая университетская программа. Ну, да, практика. Опять же практика, практика и практика. Да, но это уже для тех, кто твердо решил, что вот ему это надо. Он это хочет. Он делает вторую часть всей своей жизни. Он будет с этим работать, будет это все изучать. Второй вид по-разному можно реализовать себя. Вот у меня тут шкаф не видно его. Да. Стоит шкаф с колодами. То есть ты можешь реализовать себя как коллекционер. И даже посчитано, сколько денег у тебя на это идет. То есть порядка 20-30 тысяч долларов ты тратишь, покупаешь примерно 2-2,5 тысячи колод. Это те, которые у тебя в свободном доступе. Не какие-то супер редчайшие, которые там цена может вот туда уходить. Нет, вот 2-3 тысячи колод, ты как раз 20-30 тысяч долларов вписываешься. Что ты это купишь за 20, что ты это купишь за 200. Ну, в среднем по палате, ну, вот так вот и выйдет. Все, пожалуйста, вот ты коллекционер второй. Зачем ты это делал? Это второй вопрос. Ну, из любви к искусству. Есть же люди, которые собирают марки, кто-то собирает бутылки или ацикетки, или наклейки. Ну, если смотря, что человека привлекают. Да, то есть вот ты можешь реализовать себя как коллекционер. Ты можешь реализовать себя как второго. То есть открыть кабинет, принимать людей, там или онлайн работать, или еще как-нибудь. И для этого тебе, конечно, столько колод не надо. Тут тебе уже не столько колод, а нужно сколько знания карт. Ты их знаешь или ты их не знаешь. Ну, или ты сразу решишь, что жулик, мошенник, журотан будешь. Я таких видел. Вот вы приходите ко мне. Кто бы ни пришел, неважно, кто бы ни пришел. Раскладывает карты. Ой, у вас порча, у вас там такие пятна на ауле. Надо же чистить, вы же убрете. Человек, естественно, да, да, давайте быстрее чистить все. А были такие, которые приходили к вам и говорили, вот посмотрите на моем раскладе, стоит ли мне вообще заниматься этим или нет? Это очень частый вопрос. Да, очень частый вопрос. Ну, на самом деле, ты хочешь заниматься, ты занимаешься, у тебя получается. Ты не хочешь заниматься, ты не занимаешься. То есть это в принципе доступно всем? Было бы только желание и... Есть люди, вот за всю практику я видел одного человека, который выучился, он начинал гадать, у него начинались дикие головные боли. Ну, это один человек, а я их несколько тысяч обучил. Поэтому это ремесло. То есть в этом нет ничего тайного, ничего там сакрального, ничего такого уже. Это просто ремесло. Вот как вы учитесь водить машину, как вы учитесь варить там суп, как вы учитесь вязать крючком. Вот любой человек может научиться вязать крючком. В принципе любой, лишь бы была усидчивость и терпение. Да, да. И нормальный преподаватель, который тебе показывает... Преподаватель тоже очень важен. Ну, ничего там безумно тайного в этом деле нет. Садишься, методика. Ну, я просто работал в школе. Я знаю, как это все делается. Есть там триада. ЗУН, да. Знание, навыки, умения. Знание, умения, навыки. Вот так точнее. Знание, умение, зум. Все. Вот тебе дают методику. Делай по методике. Все. И все у тебя получается. Вот. Я уже забыл, что я говорил. Ну, это не имеет значения. Мы можем вернуться немножко? Просто, я не знаю, возможно, вы обсуждали это с Михаилом. Но мне почему-то стало интересно, как вы сами пришли к этому. И как, насколько потом, вообще-то в 93-м году еще, наверное, не было настолько развито и позволено. Позволено уже было. Было. Да, все было позволено. Делай, что хочу. Союз уже развалился. В этом плане было хорошо, конечно. В плане позволенности. А первый раз я познакомился с Таро в 98-м году. Нет, вы, что я? В 88-м. В 88-м году я был у моего отца, значит, был товарищ. В Чехии жил. И вот я поехал к этому товарищу. А у него был сын чуть старше, чем я. И он играл в Тарок. Не Таро, а Тарок. Такая карточная игра, очень сложная, с очень сложными правилами. Я говорю, он, научи меня. Он говорит, ну, это бессмысленное время просто мы потратим с тобой. Потому что тебе там не с кем играть будет. Ну, думаю, ну, и вот я иду по улице этого города, в Чехии. И вижу колоду Таро. Марсельская. Я помню, какую колоду я увидел. Смотрю, думаю, купить. А еще магазин на обеденном перерыве, она просто вот не лежит. Купить, думаю, ну, что я куплю? Будет у меня валяться, как бесполезная вещь какая-то. И не купил. Это было очень странно. А потом, через несколько лет, я готовился к экзамену по истории России 19 века. Как раз я хорошо это помню. И человек в телевизоре там что-то не беседует. Телевизор работает. И вдруг он говорит, вот на этой карте, как раз речь о картах, хорошо. На этой карте зашифрована вся история России. Показывает карту Луна. Я думаю, это обидно. Я бы мог преподавателю положить карту на стол, сказать, вот. Он говорит, ну, все. Вопросов нет. И буквально через пару недель я в магазине вижу колоду Таро. Первую. Одну из первых, которая была напечатана в Союзе тогда. Вот я ее покупаю. Тут же начинаю искать, где же там зашифрована история России. И вообще история по образованию. Там ни слова, естественно, нет. И я пробую гадать. Я пробую гадать. Это был январь месяц. Я хорошо это помню, что это был январь. У меня, естественно, ничего не получается. Я не помню карты. У меня там маленькая брошюрочка. Я пытаюсь там что-то из этой брошюрочки извлечь. Но уже в марте, 8 марта у нас было, ну, мы отмечали этот женский день. И я гадаю своему товарищу. И у меня выпадают очень жесткие карты. Я вам говорю, что смотри мне, как получается. Что вот ты в течение буквально нескольких дней делаешь выбор. И ты либо живешь, либо не живешь в результате этого выбора. Он меня так послушал, и он делает выбор. И нам становится совсем понятно, что все, его жизнь закончена. Буквально через год он погиб. Ужасные истории всякие были. А у меня волосы просто тогда еще были на голове. Они становятся дыбом. Потому что я понимаю, что это не салонное развлечение. Это намного более серьезное дело. И я начинаю искать литературу. Литературы просто нет. Ее просто нет. То есть книг всего две физически существует. Книга Папиуса, предсказательная таро, желтенькая такая. Я думаю, что она была у всех, кто занимался таро в то время. Там 200 тысяч тираж у нее было. Ну и там еще одну книгу, еще одну. Мы товарищи, он живет в Праге тогда. Я ему написал, что он прислал мне несколько колодок, несколько книг. И вот я начал туда заниматься. И я помню, вот 1993 год, я уже летом этого года понял, что я не делал ничего больше. Что ко мне пошел поток людей. Что они не дают мне жить. Они приходят утром, сидят до позднего вечера. И один за одним, один за одним. И уже в сентябре 1993 года я открыл свой первый обязательный салон. То есть тогда уже в принципе было все позволено и никаких не было проблем. Никаких проблем. Пожалуйста, сиди, работай. И к вам пошли люди. И ко мне пошли люди. И вот я с тех пор ничем больше не занимаюсь. Как интересно. Я думаю, что в этом что-то есть. Когда направляешь все свои усилия на что-то одно, оно получается. Получается хорошо. Эффектно. Получается, да. А вы себе раскладываете карты? Да. Не часто. Я вот, так получилось, я приехал к своему другу в эту же самую Прагу. И там покупал карты, все. И он меня вывел на человека, который там издавал карты. Издательство Синергия. Роберт такой парень был. Молодой. Он меня с ним познакомил. Ну, как-то мы там познакомились. И я ему начинаю рассказывать. Вот там я, ту карту. А я у него на большую сумму карты этих набрал. Там все, что было, накупил. А он мне говорит, а что ты знаешь про карты? Я ему начинаю рассказывать. Вот это, вот это, вот это. А он так сидел, слушал, слушал. А потом говорит, сколько ты хочешь за курс? Я говорю, не понял. Он говорит, я организую тебе курс. Значит, соберу толпу. Ты им прочитаешь курс. Сколько ты хочешь денег? Я говорю, я не чувствую себя еще в АТО преподавать. Нет, давай уже. Все, можно. Можно просто. Ты столько знаешь всего. Ну, я стал ездить в АТО, читать курсы, потом братья слава. А потом я там познакомился с человеком, которого зовут Богомил Юрн. И он сделал очень много для популяризации. Он вообще занимался алхимией. Мне вообще так срапно, когда люди вот сегодня занимаются алхимией. Но, тем не менее, его там интересовало это все. И мы с ним беседовали. И он мне говорит, что мне не нужны карты, чтобы гадать. И мне так удивился. Говорит, да, вот ты мне рассказываешь историю, а я вижу ее в голове, как карты. Мне не нужно колоду в руках держать, чтобы это сделать. Я ему не то, чтобы не поверил. Ну, как-то вот, ну, странно. Сомневался, да. Ну, отметочку в голове я себе такое сделал. Вот я его сейчас, там, через 20 лет, я очень хорошо понимаю. Мне не нужны карты. Вы мне рассказываете историю, я вижу ее в картах просто. Я потом, когда ее вынимаю, я практически не ошибаюсь. Вот то, что я там представил себе, как оно должно быть. Та же карта и выходит. Та же и выходит. Ну, не те же карты, но похожие карты. Ну, то есть, ситуация понятна. Поэтому, когда своя собственная какая-то странная ситуация возникает, ну, просто сел, подумал, представил, как бы это могло быть. А тут же еще такой момент. Я вот как-то посчитал, у меня за вот эти годы получилось около 15 тысяч сеансов гадания. Ух ты. То есть, 15 тысяч историй я выслушал. Естественно, что потом, когда человек приходит, это у него уникальная история. Это у него первый раз в жизни. А я уже сижу и думаю, это я уже, это я все слышал, и это я слышал, и тут я знаю, что там у тебя было. Ну, и свои же точно так же. То есть, мои же истории, они тоже не уникальны. Они точно такие же, которые я уже слышал не один, не два, и не пять раз. Ну, просто думаешь, как это может быть, как это получается, что здесь задействовано, что здесь участвует. Вот это участвует. Ну, все понятно. Поэтому я гадаю себе. Я гадаю себе, но это бывает раз в полгода, может быть, раз в квартал. Или просто любопытно разложить, посмотреть. Или действительно какая-то уже такая ситуация, что ну, уже не понимаешь. То есть, собственно, ума не хватает, чтобы разобраться в этой ситуации. Разложил, посмотрел, все делается, понятно. И в принципе оно все так, как и представлялось, да? Ну это уже интуиция, психология и все остальное. Нет, это мастерство. Это просто мастерство карты. Проблема вообще не столько прочитать карты самому себе, сколько вынуть. Да, потому что когда ты на их чувствуешь. Я настроился на хорошее, я вынул хорошее карты. Я настроился на катастрофу, я вынул карты катастрофы. Естественно, что самому себе, вот это для меня, это единственная сложность в гадании самому себе. Там говорят, что себе гадать нельзя, там всякие разные слова. Почему нельзя? Можно. У меня проблема вынуть. Но я как делаю? Я прошу своего товарища какого-нибудь, вынь там пять карт. Я ему даже не говорю про что, зачем, для чего. Он вынимает карты, кладет их на стол. Или называет меня, я вынул, вот такие это выпали. А, хорошо, не прочитать не проблема. То есть я читаю так же холодно, так же отстраненно, так же эмоционально не вовлеченно, как к какому-то чужому человеку. А чужому-то человеку мне все равно. Мне жить не все равно, чтобы вы с вами, да. Выздоровеете вы, умрете, женитесь, полетите на Луну, утопитесь на Титанике. Мне какая разница с этого? Никакой. А я вам скажу больше. Если мне будет не все равно. Да, я понимаю, эмоции тут не должны присутствовать. И вот я сам себе в состоянии читать так же, как я читаю чужому человеку. Может быть даже еще более холодно, еще более отстраненно. Потому что мне все равно. Я делаю такое специальное состояние, чтобы мне было это все равно. Если мне не все равно, если вы приходите ко мне и говорите, что там такое дело классное, твои 5% с этого дела, я эмоционально вовлечен. Я, конечно, буду подслуживать 5%. А если 10 скажут, то это уже все. Ой, все, да. Или приходит девушка, симпатичная, красивая девушка, и говорит, вот у меня кавалер, как мне быть с этим? Какой кавалер? Я твой кавалер, я самый лучший. Ну, все. То есть это невозможная ситуация, так нельзя работать вообще. Да, понятно. Ну, в общем, как всегда, конечно, я тут хочу воспользоваться своим служебным положением, задать один вопрос, если можно. Да, вот стоит ли, если смысл, менять жилье? Ну, имеется в виду не переезжать куда-то, а так, локально. Какую задачу вы хотите решить? Продавать, в смысле не продавать. Переезжать или не переезжать? Для чего? Избавиться от... Ну, потому что жилье не очень в хорошем состоянии, там, где мы сейчас живем. И, в общем, так возникла мысль, что есть смысл поменять место жительства. Ну, то есть, для чего? Для чего? Для чего? Тут даже не деньги, тут как бы... Он большой и хочется что-то поменьше. И старый становится. И никто за ним не ухаживал. В общем, как бы... Ну, есть возможность. Что вас смущает? Почему вы этого не делаете? Почему мы не делаем? Потому что привычка. Привычка жить там, где живешь. Не очень хочется... В общем, любой переезд, это затраты, это и трудовые, и материальные, и все остальное. Но есть такое ощущение, что вот какое-то внутреннее, что надо. Вот вы сами подумайте. То есть, это не проблема в том, что я там хочу или не хочу поговорить. Я понимаю, я понимаю. Да, сами подумайте. Мы живем в доме, который нам не нравится. Переезжать ли нам из этого дома? Нет, нельзя сказать, что он не нравится. Ну, какое-то внутреннее просто такое ощущение. Он вам не нравится. Окей, я понял. Он вам не нравится. Он вам не нравится. Все, я поняла. Переезжать или нет? Нет, не переживай. Конечно, оставайтесь в этом ужасном доме. Пусть он вам там будет еще хуже, чем было. Он не ужасный. Он не ужасный. На самом деле, это очень часто так бывает. То есть, человек задает вопрос, а ответ-то ведь лежит на поверхности. Только подумает, там несколько минут, и сразу все становится понятно, что с этим вопросом. Ясно. Но мы просто это как бы откладываем по каким-то причинам, на самом деле. И вы даже не можете сказать по каким. Ну, наверное, где-то глубоко внутри. Понятно, по каким. Я-то понимаю по себе. Но, в общем, какие-то вещи, которые мы откладываем. Можно вопрос задать иначе. Если вот переезжать, то вот я выбрал там какой-то вариант, да, вот будет ли мне там хорошо. Или если мне переезжать, то мне лучше это сделать этим летом или этой осенью. Вот так можно вопрос задать. Вот, вот это хорошо, вот это мне нравится. Вот летом или осенью? Летом или осенью. Давайте посмотрим. То есть, торопиться, побыстрее переехать. Да, да, замечательно. Спасибо вам огромное, да, за подсказку. Так, секунду. У меня карта упала. И, кстати, карта, которая обозначает переезд упал. То есть, переезд у вас состоится, это даже не вопрос. Как интересно. Вопросы, когда и куда. Так, выпадает у нас умеренность, колесница, сила, луна и суд. Значит, летом не надо переезжать. Переезжайте осенью и вот где-то после октября. Октябрь, ноябрь туда, ближе к концу года. Вы найдете очень хорошую квартиру. Замечательно, спасибо. Теперь я вот поняла. И, в принципе, это ответ на многие, наверное, где-то у меня внутри ответы. Что очень важно правильно задать вопрос, да? Это ключ. Это ключ. Да, ясно, совершенно замечательно. Ну что ж, спасибо большое. Мы вас отпустим отдыхать. А сами будем продолжать дела. Спасибо огромное. До встречи. До встречи в следующем сайте. Спасибо, всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok